В городе Алга Актюбинской области начали строить современные мясокомбинаты, где будут перерабатывать до 7,5 тысяч тонн говядины в год. В целом мясной кластер на западе страны успешно развивается. Актюбинские животноводы укрепляют сурьевую базу, запускают линии по переработке мяса и наращивают экспортный потенциал. Именно об этом говорил глава государства, когда представлял 100 конкретных шагов. Лайла Уэсова посетила одну из крупнейших хозяйств в регионе. Откормочная площадка рассчитана на 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Сейчас здесь набирают вес около 3,5 тысяч буренок. За 120 дней их откармливают до полутонны и сдают в убойный цех. У хозяйства есть свой комбикормовый завод, создана сеть якорных партнеров по заготовке грубых кормов. У нас здесь скот местный, мы покупаем здесь по Актюбинской области, с Уральской заводится. Были случаи искусственные заводили, закупали из России. И у нас мясной кластер в основном первая категория. Скот где-то закупается 250 килограмм и выше. И где-то производится 450 килограмм и 500. У животноводческого комплекса Актеп свои пастбище и сенокосные угодья площадью свыше 40 тысяч гектаров. Беспородный скот здесь принимают на гостиничный откорм от крупных хозяйств, которым выгодно содержать у себя только маточное поголовье. Мы поддерживаем идеи Ельбасы, озвученные в национальном плане «Сто шагов». Там говорится о привлечении стратегических партнеров для развития производства и переработки мяса. Сейчас в нашем районе успешно реализуются программы «Сабага», «Клан» и «Алтынасат». Поголовье скота увеличилось до 30 тысяч. В будущем мы ожидаем улучшения породы и высокой продуктивности. В мясной кластер войдет и современный мясоперерабатывающий комбинат. Строительные работы уже стартовали. Комплекс стоимостью более миллиарда тенге запустят в конце года. Материал, применяемый на строительстве, только казахстанский. Оборудование закуплено в Германии, уже готово, ждет отправки. В настоящий момент на строительстве занято 70 человек. В дальнейшем будет увеличено до 200 человек. В час будут забивать до 15 голов крупного рогатого скота. В том числе заморских бычков породы ангус, мясо которых называют мраморным. Охлажденную по немецкой технологии говядину будут поставлять не только на внутренний рынок, но и в приграничные регионы России. Благодаря таким проектам регион планирует взять на себя четвертую часть экспорта казахстанского мяса. Лайла Уэсова, Булат Молдогалиев, Айбек Даутов из Актюбинской области. Субтитры создавал DimaTorzok